Всем привет! В этом видео я буду делать замену патрона на токарном станке ИШ модель 1 И611П. Вот такой вот патрон. В прошлом видео я делал упаковку данного патрона. Пришел он в ржавом состоянии, так сказать. Избавил я его немного от ржавчины. Вот сейчас вот так вот выглядит. Еще буду немножко протирать. Дальше избавлять от ржавчины. Вот. Замачивал я его в канистре солярой. Ну и немного по поводу, как заводить же кулачки на патрон. Вообще на патроне есть индикация. Он промаркирован. Внутри, вот здесь вот, внутри вот этого паза есть индикация. Вот стоит цифра 3. Вот с этой стороны стоит цифра 2. Вот. Не знаю, будет видно, нет. И здесь 1. Это тот номер кулачка, который требуется заводить. Перед тем, как разбирать данный патрон, я промаркировал кулачки. Поставил керном вот точку. Точка соответствует первому номеру. И так по возрастающей. Первый, второй, третий номер кулачка. На кулачках тоже есть маркировка. Но маркировку отчасти эту не видно. Допустим, на данных кулачках маркировка буквенная. Н, К, вот здесь вот. Не совсем понятно, какой это номер. Вот. Поэтому я дополнительно промаркировал, чтобы было удобно. И при установке кулачков на патрон мы будем заводить последовательно. Сначала первый кулачок, потом второй, потом третий. Сейчас я все это вытру насухо, закину сюда смазки. А далее буду уже устанавливать кулачки. Главное условие, когда ставите крышку, не перетягивать данные винты. Три винта крепят ее. Главное не перетягивать, чтобы можно было свободно вращать. Сейчас вращается все это свободно. Пальцем проворачивается. Ключом тем более будет это все дело проворачиваться. По кулачкам, какой момент есть, как их заводить, как узнать, какой номер какому соответствует на патроне. Сделать это очень просто. Первый номер, это будет самый выпирающий к прижимной части кулачка. Вот самый выпирающий зубец. Вот это будет первый номер. Второй номер будет немного дальше, который уходит от прижимной части. И третий номер, самый удаленный. Вот такой вот последовательности они будут заводиться. Здесь я маркировку сделал в виде точек. Накернил, поставил первый один, второй два и третий, соответственно, три точки. Сделал это керном для удобства. Потому что вот эта часть, когда мы заводим кулачок, она для нас видимая. Когда заводим кулачок в патрон, чтобы удобно было это все дело монтировать. Вот сейчас поставил вот такие вот болтики под шестигранник. Вот так вот это дело закрутил, подсобрал. Ну и перед тем, как их закручивать, нужно туго посадить его и простучать молоточком. Вот такой вот молоточек использую. Вот так вот простукиваете аккуратно, чтобы она села. Хорошо все садится. Четко никуда, чтобы не съезжало. А потом затягивать. Ну и затягивать, само собой, не за один болт полностью тянуть, проходить по контуру, по контуру, по контуру. Чтобы равномерно затяжку сделать, чтобы ничего не прикосило. И вот, собственно, кулачки. Кулачки вот так вот я завел. Новые кулачки. Вот они по последовательности я говорил ранее. С первого начинаем, потом проходит вращение. Второй заводим, потом третий кулачок. И их прогоняем, чтобы полностью все это сжалось. Вот сейчас до конца он сведен. Сейчас его предстоит ставить. Устанавливаем в пазы. Вот здесь по пазам все это четко проходит. Устанавливаем в пазы внутрь. Вот так вот это дело происходит. И с обратной стороны затягивается гайками. Вот. Ну сейчас я не установлю. Здесь нужно это дело оцентровать. После того, как установлю патрон, затяну его, включусь, покажу, как у меня это дело получилось. Ну и не забыть поставить вот такой вот защитный кожух. Он устанавливается ближе уже к передней бабке. Вот. Ну вот, собственно, новый патрон установлен. Все отлично. С патроном разобрался. Также подрегулировал заднюю бабку. Итак, запускаю. Ставлю на нейтрале. На всякий случай, чтобы как бы не повредить себе руки. Вначале с нейтрали ставлю на обороты. Обороты 160 на 20, небольшие. У меня здесь смазка. На больших оборотах, думаю, смазка будет кидаться немного в лицо. Вот. Ну а далее включаю уже станок непосредственно. Все. Новый патрон крутится. По индикатору пока не проверял. Вот. Ну, уже думаю, позже поставлю индикатор. Проверю, как по индикатору. Насколько бою нового патрона. Ну вот сейчас еще покажу, как задняя бабка, как ее центр, сам конус подходит к патрону. Свожу полностью кулачки и подвожу заднюю бабку. Вот бабку подвел, бабку застопорил и уже непосредственно подвожу к центру. Попадает ровно в центр. Для пробной проточки я нашел вот старую разверточку. Попробую ее вставить и немного проточить ее. Посмотреть, как она люфтит в патроне. Сейчас ее зажимаю. Зажимается со всех сторон, одинаково. Кулачки новые дают о себе знать, так сказать. Вот. Все. Зажал. Зарядил проходной отогнутый резец. И запускаем. Зарядил проходной отогнутый резец. Немного люфта самой развертки все-таки есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На этом видео по замене патрона на токарном станке ИШ-1И-611П будет закончено. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, жмите лайки, комментируйте, делитесь видео. На этом все. Все пока. Пока. Продолжение следует...